здравствуйте дорогие друзья и сегодня снова с вами я лёва иванов и мой канал и сегодня мы поговорим о козле где мы его держим как он у нас живет я конечно рассказывал и затрагивал такую тему но на канале мне задаются вопросы нужно отвечать я конечно же отписался но вот сейчас решил снять видео и все подробно рассказать вот это наш зимний сарайчик где живут наши дорогие козочки здесь вместе с ними в отдельной клеточке зимует и козел но сейчас я вам не могу показать нашего козелка он нас отсутствует его просто-напросто нет у нас по соседству появился такой хороший фермер который тоже занимается разведением козочек и вот у него много козелков мы берем на прокат и пока у нас временно своего козла нет ну что я хочу сказать зимой когда наши козочки сукотные проживает он у нас здесь козлятники вот в этом вместе с козочками а летом с началом пасть бы он у нас пасется на веревке в саду но почему на веревке и в саду чтобы не было непредвиденных окотов огулов наших коз козлом мы его держим отдельно от общего стада летом сначала сезона пасть бы я беру вот такой кол здоровый железный крепкую хорошую веревку козел животное сильное и использую вот такой вот обыкновенный собачий карабин для большой собаки с вертлюком чтобы веревка не закручивалась у меня последний козелок был такой очень вертлявый и карабинчик был вот без этой вертушки которая фиксирует карабин от открывания я не знаю как может быть веревка жесткая или что забодая его комар этого козла он у меня несколько раз отцеплялся и даже поглодал одну яблонку ну вот я приобрел другой карабин с такой вертушкой которая фиксирует карабин от открывания и все у меня стало хорошо так как козел у меня был комол и дорогие друзья я использовал вот такой вот обычный мощный ошейник для большой сильной собаки все карабин и ошейник я приобрел в зоомагазине но вот этот вот однослойный ошейник а на собаке у меня есть двухслойный ошейник на моей собачке я приобрел он получше покрепче вот здесь вот видите уже дырочки измахрились и сболтались а там двухслойный из точно такого же материала все протекает хорошо вот все лето пасется он у нас в саду я его каждый день перед тем как идти пасти козочек вывожу и он у меня пасется привязываю его фиксирую на штырек зацепляю карабином но хочу сказать следующее вроде бы отличная трава дорогие друзья самое сочное самое прекрасное в нашем саду есть тень где полежать тенечки есть возможность попастись но все равно животное оторвано от коллектива кушает очень плохо и каково мое каждый раз бывает удивление когда 1 сентября дети идут в школу мы нашего козла выпускаем пастись в стадо чтобы он делал свое козье дело и огуливал наших козочек он очень хорошо поправляется за это время за осенний сезон пасть бы огуливает наших козочек которые потом приносит нам потомство и вот этот сезон начиная с первого сентября и до первого снега он у нас находится вместе с козочками мы активно следим когда проходят огулы наших животных когда замечаем время когда наши козочки огуливаются и запоминаем это время и отчитываем возьму возможный уже у нас окот когда он будет но в этом году окоты у нас будут в двух тысяч девятнадцатом году в конце марта начало апреля вот так вот очень удобное такое получилось время наши козочки молодцы так погуляли очень удачно для нас будет тепло и козлятки наши будут появляться уже в теплое время года а пока зима пока у нас все стадо находится вот в этом козлятнике вот так дорогие друзья зимой у нас козелок с козочками летом пасется в саду а всю осень когда приходит время подниматься нашим козочкам для агула мы его пасем и содержим вместе с нашими мохнатыми питомцами ну вы можете меня конечно спросить как же так вот вы здесь и держите и козочек и козла вместе он же очень сильно воняет да когда козел матерый когда он силе особенно когда гуляет от него такой очень исходит неприятный запах ну что я могу сказать мы стараемся козочек быстренько подоить и молочко которое у нас получилось после дойки быстро отсюда забрать и все у нас проходит хорошо запах козла неприятный молоко у нас не внедряется ну что я хочу сказать еще дорогие друзья да конечно же встречу козочек с козлом желательно контролировать как правило козочки у нас подымаются осенью и проходят их огулы вот это время самое оптимальное так как козлята у нас появляются в теплое время года уже фактически с наступлением весны и мы не сильно переживаем за то что в нашем хоть и теплом сарайчике бывает иногда минусовая температура вот так вот дорогие друзья у нас все проходит я вам все доложил рассказал желаю вам всего доброго до свидания а